Возвращение России в ГА8. Сначала она должна избавиться от авторитаризма. Сан Кейсенбун, Япония. Сан Кейшенбун, Япония. 23 августа 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вновь добавить ГА7, превратив элитный клуб в ГА8. По его словам, Россия связана с большинством проблем, которые обсуждаются на саммите ГА7. Тем не менее суть большой семерки минус сохранить такие общие ценности, как свобода и демократия, ведя за собой весь мир. Сейчас Россия вообще не готова к тому, чтобы присоединиться к группе. С середины июля в конце недели в Москве проходят крупномасштабные демонстрации против устранения кандидатов в Московскую городскую думу. Полиция задержала более двух тысяч человек. В России усилилось движение против авторитарной власти президента Путина. Следует обратить внимание на тот факт, что правительство пытается подавить протесты. Более десяти оппозиционным лидерам запретили баллотироваться на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Избирательная комиссия утверждает, что их документы были плохо подготовлены. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест в связи с этим решением. В одной из демонстраций единовременно приняло участие более 50 тысяч человек. Путин, ставший президентом в 2000 году, пообещал экономический рост и придерживался диктатуры развития, оправдывая авторитаризм. Нельзя сказать, что в России с крепкой центральной властью Мосгордумы, в которой всего 45 мест, играло важную роль. Протестное движение, которое возникло вопреки эту, говорит о том, что люди устали от псевдодемократии, и они хотят принимать участие в политических процессах, а также в управлении на местах. В 2014 году Россия аннексировала Крым, и ее изгнали из Г-8. Для решения Крымской проблемы нет никаких перспектив. При этом после аннексии в России западные санкции наложились на очерствение системы, что вылилось в серьезный экономический кризис. В связи с региональными проблемами протесты возникают не только в Москве. Если воля народа никак не отразится в политике, чувство безысходности усилится, и центростремительная сила Путина продолжит ослабевать. Роль Г-7 состоит в том, чтобы заставить Путина признать эти факты и изменить политику. А не в том, чтобы принять его в свою компанию. Недавно Путин заявил, что либерализм изжил себя, подчеркнув преимущества авторитаризма. Тем не менее сейчас в Гонконге проходят крупномасштабные демонстрации против изменения законодательства об экстрадиции на территорию материкового Китая. Масштабы в Москве и Гонконге разные, но корень у этих проблем один. И РФ, и КНР столкнулись с протестами против системы. В ходе саммита Г-7, который пройдет в Биорице в конце этой недели, премьер-министр Японии Син Цзабэ обязан поднять вопрос об авторитаризме в России и Китае. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.